Триумф джаза 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 Это звучит не просто, как будто только сейчас на пальцах сварганили что-то, а звучит профессионально, звучит оркестр очень сильный, слаженный и очень сбалансированные секции, и трубы, и саксофоны, и тромбоны, великолепная ритм-секция, где контрабасисты играют на бас-гитаре и на контрабасе, одинаково здоровый барабанщик, очень яркий, очень плотный, я уже не говорю про руководителя, который тоже, в общем-то, без особых, так сказать, усилий, слов, без дрессионных, без видов, без дрессировщика, а именно как вида партнера, ведет свою репетицию и получается достаточно быстро, и никаких проблем не возникло, все гораздо было быстрее, чем не то, что я думал или ожидал, но даже чем я не ожидал, еще все равно быстрее было. Согласны ли вы с тем, что джаз это самая прогрессивная музыка, с точки зрения, как она меняется, как развивается, как много новых каких-то тонов появляется? Ну, джаз родился, в общем-то, не так давно и, конечно, прошел всю эволюцию музыки, которая была до этого, академической. Ну, я надеюсь, что джаз самая прогрессивная музыка, действительно, потому что она использует и рок, и, так сказать, джаз, и есть течение, где связь, соединяется с классикой, или классика идет, обработка классики, которой тоже надо быть очень деликатным, очень талантливым должны быть эти обработки. Также связаны и с фольклором, и с народным, причем народов не только там, где ты живешь, но и те же музыканты, там, Калтрейн, интересовался музыкой индийской, да, различные размеры, болгарской музыки. Многие музыканты, такие как Мишел Ливиев, пианист, который, недавно, в сожалению, ушел из жизни, тоже внес в джаз, допустим, болгарские мотивы и болгарские ритмы, самое главное. И это посложнее, чем, допустим, четыре четверти, которые чаще всего играются, с одной стороны. И мы тоже вносим в свою лепту российская музыка, да, которая тоже очень разнообразна своими региональными, да, различными мотивами и ритмами. Так что, в общем, можно назвать, что джаз самая прогрессивная музыка, самая позволяющая и стремящаяся развиваться в различных направлениях, ищущая новые звуки, новые темы, новые идеи для импровизации, и новые вдохновения для импровизации. Джаз, он тебя иногда заставляет подумать, стрепенуться, выйти из оцепенения, но, с другой стороны, у тебя мозг получает ту информацию, которая ему как раз дает возможность отдохнуть, но отдохнуть активно, и тогда мозг на следующий день уже лучше работает. Поэтому, как бы, это и вдохновляет, дает физическое какое-то удовлетворение, и потом у тебя все вкусы есть. Есть сладкое, есть горькое, есть кислое, есть соленое, есть пресное, но все время это ощущается какое-то разнообразие, именно вкусовое и музыкальное, поэтому это дает тебе больше, немножко больше воздуха, больше ты насыщаешься лучше. Вроде дышишь, но не насыщаешься, а тут одним глотком ты насыщаешься больше, чем двадцатью. Поэтому джаз, он как раз и хороший. Когда он хороший, то это, конечно, вот должен так, вот для меня, если джаз такое произойдет впечатление, то, значит, он хороший, и люди чувствуют себя великолепно. Как у вас сочетается искусство и спорт, хоккей и музыка? С самого детства это происходило? Ну, опять же, во-первых, вот взять вид спорта, почему спортсмены и музыканты очень близки, а особенно джазы и музыканты, близки вот со спортом, именно таким игровым. Потому что, ведь мы же не просто так взяли инструмент и стали импровизировать. Даже самый гениальный человек может взять инструмент, и если он не умеет на нем играть, не знает на нем, куда нажимать, он не сыграет. То есть для этого нужно заниматься. Для этого нужно учить, учить азы. Потом учить необходимое, то, что необходимо музыканту, гаммы, произведения, этюды играть, учить наизусть, и так далее, и так далее, и так далее. Так же и спортсмен. Возьмите, там, хоккеиста, да, вот он, он должен бегать, там, хорошо кататься задом, передом, поворачивать налево, разворачиваться, сюда-сюда, бегать, запоминать комбинации. Вот сейчас, если на тренировку сейчас пойдешь, вот я попал на пару тренировок профессиональной команды, тренер говорит, сюда-сюда, короче, и все начинают бегать. Я только к концу упражнения понял, что надо, но это же берется упражнение из игры. Туда поехал, назад, развернулся, проехал по синей линии, получил пас, отдал пас, опять развернулся, поехал туда. И это все как бы имитация игры, и человек тренируется. А потом, когда он выходит на лед, он все это, вот это все выученное может сделать, но в зависимости от ситуации он импровизирует. То есть он знает, куда ехать, он знает, где встать, но что там сделать, когда он встал, это уже идет импровизация. Он уже, у него есть варианты отдать пас, обыграть, закрыться, перекрыться. Да, и также музыкант, он может сыграть гамму, может сыграть секвенцию, может сыграть, притянуть длинную ноту, может сделать играть, может не сделать. Но это все для того, чтобы, так сказать, победить самого себя, для того, чтобы зритель ушел счастливый. То же самое в спорте, поэтому это очень похоже. И тренер, допустим, видит, я сравню команду хоккейную и руководителя оркестра. Вот идет игра, да, у одного игрока получается сегодня лучше, у него вдохновение, у него все получается, ему дают больше игрового времени. У меня тоже игрок какой-то, музыкант начинает играть, здорово. Ага, соло. Соло, я ему даю побольше соло. Или смотрю, там этот хочет, этот не хочет, по желанию. Вижу, глаза горят, не горят. Легко ли вы соглашаетесь на какие-то такие неожиданные вещи? Я соглашаюсь на те вещи, в которых я либо понимаю, что я буду делать, либо я понимаю, что те люди, которые меня втягивают в авантюру, достойные уважения, и с ними можно идти на авантюру. А так было с фигурным катанием? Илья Авербук, который меня туда позвал, замечательный человек, обаятельный, такой мягкий. Потом он увидел, что я катаюсь на коньках, и пригласил меня, сказал Игорь, ты мне нужен на два шоу, мы потом тебя выгоним, и все. А я зацепился. Вот так. Поэтому это была не авантюра, я думал, что я катаюсь лучше, чем я катался, но оказалось, но все равно пришлось заниматься, но было немного времени для тренировок, поэтому какие-то вещи не получались, какие-то вещи были действительно тяжелые. Самое тяжелое было запоминать все эти движения, поехать туда, поехать сюда, три сюда, три туда, под музыку. Ну, казалось бы, я должен был это все уметь, но я же никогда не танцевал, никогда не, ну, не был вот в этой профессии. Допустим, актерам немножко легче, они танцуют, они поют там, они двигаются. Ну, а у вас чувство ритма, наверняка. Ну, чувство ритма, да, надо же танцевать, я же говорю, дать генералому человеку инструмент, он же сразу не сыграет. Чувство ритма-то есть, но тело не слушается. Вы с самого детства такой лидер, вот правда, что брата заставили сменить направление музыкальное? Ой, ну, я не знаю, как лидер, но помню в каком-то пионерском лагере, там, в каких-то самых мелких отрядах, одна девочка сказала мальчику, хватит плясать под дудку Игоря Бутмана, а я еще на дудке не играл. Вот, то есть тогда предопределено все было? Ну, да, вряд ли, я был таким суперлидером, но что-то было. Ну, в музучилище вы создали свой коллектив, собрали, так сказать? Я собрал коллектив все в школе, там я на гитаре еще играл и пели. То есть лидерские качества были с самого начала? Да, объединился, уговорил, лидерские, объединительные, там все были, да, есть такое. А чувствуете в людях талант? Да. Ну, вот так, чтобы, ага, так, его надо вот направить. Да, это я чувствую сразу, да? Вот сегодня приезжала девочка из Армавира, Александра, и она сегодня играла. Ну да, он в мастер-классе живет. Вот у нее было сразу видно, что она очень талантливая, и меня это очень обрадовало. Очень такая симпатичная девочка. Ну, сказали, да, что так, старайся, ты обязательно должна много работать. Ну, я не стал говорить ей, что много работать, ей просто надо заниматься, она и так много работает, видно, что она занимается много, и ей лишний раз, чтобы много заниматься. Я просто ей представил немножко джазу, потом она сыграла свои произведения, очень симпатичные, и я ей сказал, чтобы она, во-первых, ее преподаватели эти композиции уже оформили, чтобы они были уже, так сказать, зарегистрированы. Так как я являюсь президентом Российского авторского общества, то надо, чтобы девочка, может быть, через какое-то время ее и сдали, это и для нее будет стимул, что есть ноты с ее произведениями. Ну, и вообще просто, и она очень молодец. Вот сегодня я увидел, да, и все музыканты, которые у меня в оркестр сейчас играют, все они в какой-то степени поражали меня своими способностями. Я, конечно, сразу хотел их себе в оркестр. Ну, по возможности, и вот сейчас очень хорошие музыканты у меня играют, и душа не нарадуется молодежи, которые действительно глубоко иногда знают музыку. Эти вещи не знает, там, у нас музыкант один, не знает актера Михаила Кузакова, не знает Андрея Миронова, но зато знает весь джаз. Поэтому будем работать на том, чтобы он узнал только Миронов, а он будет продолжать играть джаз еще лучше. И последнее. Удается что-нибудь самостоятельно готовить? Находить на это время? Ну, мы же люди подневольные, поэтому мы все иногда и яжницу можем приготовить, можем суп разогреть. Ну, так что готовить, это искусство. Искусство, поэтому, кроме мяса пожарить на гриле, но самое главное не спалить его, то все остальное, нарезать салат, то можно. Спасибо. Ну что ж, спасибо, что вкусно готовите на сцене музыкальные произведения. Спасибо. Спасибо огромное.